Страсная седмица Страсная седмица – шесть самых важных дней в году в жизни христианина. Каждый день, каждое богослужение имеют особое значение, особый смысл. Богослужения этих дней действительно очень трогательны. Мы словно проходим со Христом последние шаги Его земного пути. Службы этих дней непростые, и что-то может остаться непонятным. Но вспомним слова Спасителя, сказанные в Гепсиманском саду своим ученикам «Пободрствуйте со мною». Даже если мы поймем лишь малую часть из чтений и песнопений этих дней, то и этого будет уже достаточно для того, чтобы душа пережила шок и потрясение от произошедшего. И если мы не понимаем всего, то просто побудем со Христом в эти дни, пободрствуем вместе с Ним. Великий вторник. «Бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа, в который прийдет Сын Человеческий», – говорит нам Евангелие от Матфея. «Пять дней осталось до Светлого Христового Воскресения. Иисус с учениками снова в Иерусалиме. Он снова проповедует в Иерусалимском храме. А первосвященники, фарисеи, книжники уже держали совет, уже ищут, как бы схватить и предать его казни. Но пока боятся, опасаясь гнева людского». В богослужении этого дня вспоминается притча о десяти девах, разумных и неразумных. По древней традиции тех времен, жених приходил за невестой ночью. И девушки вынуждены были долгое время бодрствовать, запасаться маслом для того, чтобы светильники их не угасали, чтобы в означенный час выйти навстречу своему суженному. В этой притче Господь Иисус Христос рассказывает о десяти девах, разумных и неразумных. Пять из них заблаговременно запаслись маслом в достаточном количестве, чтобы долгое время, ожидая жениха, лампады их не угасли. Под образом дев разумных имеются в виду люди, которые постоянно бодрствуют в духовной жизни и стараются, исполняя заповеди, творить множество добрых дел, стяжать прежде всего благодать Духа Святого, необходимого для спасения души. Дальше притча рассказывает нам о том, что девы и разумные, и неразумные задремали. Здесь сон означает смерть, физическую смерть человека. А под неразумными девами Евангелие имеет в виду людей, которые могут быть вполне добрыми и благочестивыми внешне, но по духовной расслабленности, не исполнению заповедей, потому что думали больше о своем, чем о благе ближних людей. Они не стяжали ту самую благодать Святого Духа, как залог жизни вечной. «И раздался, как говорится, крик, «Жених грядет в полунощи!» Двери отворились, и разумные девы вошли на брачный пир». Под этим подразумевается, безусловно, всеобщее воскресение и суд Божий, открытые врата Царства Божия. А неразумные девы, имея недостаток масла, то есть милости и добрых дел, совершенных при жизни, не попадают на брачный пир, то есть не приходят в вечное Царство Сына Божие. И после смерти ничего исправить уже нельзя. Предостерегая нас от такой участи, Господь говорит нам, «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа». И приближаются дни страстей Христовых. Господь говорит своими учениками уже непрекровенно, но совершенно прямо, ясно, говоря им о своих предстоящих страданиях. И обращаясь к ним уже как ближайшим друзьям, уже не называю вас рабами, потому что раб не знает, что творит Господин, но называю вас друзьями, потому что рассказывал вам все, что слышал от Отца Моего. Видя скорбь своих учеников, Спаситель утешает их, обещая, что никогда не оставит, и предсказывая всем своим ученикам, что за скорби и страданиями неминуемо последует радость пасхальной победы, что всех ожидает свет и радость Царства Небесного. Мир полон искушений и сомнений. Православный журнал «ФОМА» в Украине. Простые ответы на сложные вопросы. Для тех, кто хочет верить. Подписной индекс 89970. Подробности на сайте foma.in.ua